Воронежская область – одна из южных областей ЦФО. Она расположена в центральной полосе Европейской части России. Природно-климатические условия региона являются в целом благоприятными для возделывания большинства сельскохозяйственных культур. Общая площадь территории Воронежской области составляет 5 миллионов 240 тысяч гектаров, основная доля которой приходится на земли сельхозназначения. Общая площадь земель сельхозназначения – 4 миллиона 195 тысяч гектар. Общая площадь сельскохозяйственных угодий – 3 миллиона 688 тысяч гектар. В том числе пашни у нас в Воронежской области – 2 миллиона 805 тысяч гектар. Пашни. Пастбищ – 672 тысячи гектар. Синокосов – 133 тысячи гектар. Плодородные земли Воронежского края в свое время были эталоном почв во всем мире. Именно земля давала возможность крестьянам прокормить свою семью. Впрочем, деревенские жители даже в советский период рассчитывали больше на себя, чем на государство. Долгое время колхозникам даже не полагалась зарплата, поэтому довольствовались своим огородом и живностью. Однако и с развалом Советского Союза легче селянам не стало. Да и главное богатство страны – земля – стала предметом торга. Колхозные земли раздали крестьянам в качестве паев, где в среднем полагался на дел 4-5 гектаров. Но что может сделать обычная семья из трех-четырех человек, лишенная средств механизации, когда основным орудием является лишь лопата? На это и был сделан расчет. Ловкие дельцы начали скупать земли за копейки. Причем интерес к российским просторам и возможность обогатиться за короткий период привлек внимание и иностранцев, которые с некоторых пор обосновались и на Воронежской земле. Аграрная область с аграрной архаикой, где господствует семь агробаронов. В условиях перехода на капиталистические рельсы главным правилом стало извлечение максимальной прибыли, в том числе и в отрасли сельского хозяйства. Сегодня многие горожане и рады бы снова вернуться к своим истокам, но спрос на земельные участки превышает предложение. Без хозных, я вам скажу честно и откровенно, в Воронежской области таких земель нет. У нас уже нет земель пахотных, имею в виду пашни, незадействованных. Как только они оформляются из невостребованных, но самое интересное, что они даже когда невостребованы, это мы оформляем право собственности, но они все равно кем-то обрабатываются. Причем скупаются не только пашни. На сегодняшний день пошла тенденция, что люди берут сенокосы и распахивают. Очень много сенокосов находится в пойменных местах рек, соответственно, сильные дожди, весна и плодонародный слой начинают все смываться в реку. Но есть и обратный процесс, говорит Сергей Исупов. Сенокосы обозначены, допустим, как сенокосы, но при современных условиях, методах агротехники их можно использовать для выращивания чего-либо. Но вот прописано так, что ни пастбище, ни сенокосы распахивать нельзя. То есть это нарушение закона. Почему люди идут на это, объясняется ценовой политикой. Ведь чтобы арендовать или купить пахотные земли, придется хорошенько раскошелиться. Но есть и альтернативные варианты. Судите сами. У нас пастбище порядка 200 рублей за гектар в год. Сенокосы 350, ну я вам так среднюю цифру называю, 350 рублей в год. Пашня, ну это с торгов идет все, поэтому стартовая цена пашни на сегодняшний день 2400 рублей в год за один гектар. В общем, интерес к земле снова возрождается. И 600 для многих садоводов и огородников является серьезным подспорьем повседневной жизни. Галина Жукова, Валерий Бобкин, 41 канал.